Добрый день еще раз. Переходим ко второму матчу между командами Alliance против команды MineSanity. Ну, первый матч MineSanity в полнейший хлам проиграли. Не смогли ничего противопоставить щекнутому Пайкату на снайпера, который 15 фрагов за 20 минут настрелял. Но это, мне кажется, даже законом такое надо запрещать. Слишком серьезно себя повел Пайкат, ну и команда MineSanity под этим напором рассыпалась в щепки. На данный момент в пике у Alliance Magnus, Juggernaut, Skyros Mag и Enigma со стороны MineSanity, Vengeful Spirit, Batrider, Leon и Templar Assassin. Ну и Venomancer последним отлетает для Alliance. Теперь давайте разбираться по лайнам шведской команды. Enigma, я думаю, у нас для Аки отходит в лес, а Skyros Mag отправится в саппорте Juggernaut. Juggernaut, Venomancer. Что-то, мне кажется, отправится в мид, ну и Magnus может пойти в сложную. Хотя и Venomancer тоже может пойти в сложную, это не проблема. Антимаг для MineSanity, тяжелая артиллерия для сербского коллектива, решили ударить по пушу команды Alliance с серьезнейшим фармом и серьезнейшим лейтом. Ну, не пушу, но какая-то комбинация все равно прослеживается. Skyros Mag или Juggernaut, или Антимаг. Ну, скорее всего, Антимаг. Templar Assassin тоже очень серьезный игрок в составе команды MineSanity. Да и по саппортам тут тоже не проблема. Мидч отправляется в сложную у нас на Бэтрайдере. Lizard с Миланом будут саппортить Антимага на нижнем лейне. Ну и Templar отправится в мид. Со стороны команды Alliance. Пайкат берет Venomancer и Venomancer у нас уходит в мид. Никва отправляется в сложную на Магнусе, ну, как, собственно, и думалось. Матшка, скорее всего, уйдет в лес. Лода на Juggernaut. И для Аки остается Skyros Mag. Расходится по лайнам команды. Мидч здесь, кстати, не в соло. Милан решил с ним пройтись. Ну, возможно, это просто попытка завардить. Ну и ничего больше. Милан отправится на нижний лайнер. Хотя и Гуджи Ван Дотов в окружении того же Лизарда не должен сильно проседать. Тем более, соло Магнус сильно Антимагу настрелять не может. Alliance уже в своем лесу готовы выходить на нижнюю руну. Здесь в гордом одиночестве стоит Митч. Ну и Кол. Кол затарился у нас вообще никак. Разве что на Iron Branch потратился немножечко мидер команды Майнсенити. Все остальное казенное. Все вручили ему тиммейты. Кто вообще, кстати, у нас такой добрый? Нет, не пишется. Ну, понятное дело, что надо выйти как можно раньше в банку, чтобы не сильно проседать от веника. Веник идеальный вариант против Templar Assassin. Я думаю, вы должны понимать. Через гель, через Poison Sting, рефракшн от Templar Assassin уходит в никуда вообще. Что это за новый нарядец? Нет, вернули штаны... Верни мне мой 2007-й. Вернули штаны Templar Assassin. Какой-то был один из скинов на Templar Assassin, где подруга у нас с голыми ногами была. Ну, не тот вариант. Пайкат, пассивку сразу же, сразу же Poison Sting. Чтобы рефракшн просто в никуда постепенно уходил. Ну, в принципе, линия относительно комфортная должна быть для Пайката. Я думаю, к тому же здесь Пайкат через варды пойдет. Там вообще даже не надо будет подходить к Templar Assassin. Просто цепляй, но он стоп и дамаж. First Blood для Митча. Где, как, почему, что случилось? За Тауэром Митч забирает у нас Skyros Mag'а и уходит отсюда. Через что? Каким вообще образом? Ну, Напалмом, видимо, настрелял. Отвалился Skyros Mag. Даже немного интересно. Ну, наверное, смотреть не будем. В любом случае, ФБ для Майнсэнити. Прошлая игра для Майнсэнити не так радужно начиналась. Там 0-5, по-моему, было или даже 0-7 до момента, когда первый фраг смогли сделать игроки команды Майнсэнити. Ну, вообще проиграли с разгромным счетом. Не помню даже сколько на сколько. Ну, 15-0 шел Снайпер, о чем еще можно было говорить. По фарму Годжи Ван Дотон на первом месте, но делит его с Лодой. Лода на топ-лейне тоже, в общем-то, не сильно проседает у нас ни по хп, ни по крипам. Но Митч старается гонять, но это до поры до времени. Берет у нас второй левел Skyros Mag. А это будет относительно скоро, если, опять же, сливаться не будет у нас Акки. И тогда у Бэтрайдера начинается веселая жизнь. У Митча Тапок, у Митча Фёстблат был забран. И смотрите, уже 830 по золоту уже можно те же Транквилбутсы себе нести, когда Курьера освободят. Ну и более-менее быстро летать и хилиться вне драк. Лода 9 на 5 по крипам. Милан пришел помочь Митчу. Акки отсюда отходит. По-моему, Вижен был. Ну, Милана уже, в любом случае, на лайне видели. Ну, теперь начнется полнейший спам от Акки. Лишь бы маны хватило на всем. В принципе, через Алкан Болт все можно делать. Ну что, Лода через Баттл Фьюри гонит дальше Митча. В лес не пошел. Тут по деревьям блуждать за Бэтрайдером в Файрфлайе. Это, наверное, себе дороже. Пайкат фулловый против Темплара Ассасин. Маны не хватает. Постоянно рефракшн. Спамить. Так вообще ничего не получится. Зацепили у нас Кола. Кол, по-моему, здесь рассыпается. Нет, в Милт уходит. И выйдет последнюю тычку. Выживает Кол. Хотя выживает на полнейшем лоу ХП. Тут нет, не должен дотикивать. Ну, ХП, вы видите, 50 остается. У Кола беда на миде. Мид был поставлен неверным образом. Команда Майнсейнити прекрасно об этом понимает. Но, с другой стороны, что еще делать? Надо терпеть. Митч отправляется на мид. Зацепили Пайката. Поливают сверху Напалмом через Файрфлай. Ну, скорее всего, заберут. Будет ли гель хотя бы перед смертью от Пайката? Да, гель вперед себя. Митча зацепили. Но Тауэр агрится на Милан. А Милан, по-моему, сейчас рассыпется. Да. В итоге Бэтрайдер забирает фраг. Забирает фраг. Виноманстер, точнее, забирает фраг. И Милан отходит у нас к Пайкату. 2-1 счет на данный момент. На нижнем лайне Гоуджуан Дота. Никто не трогает. 24 на 7. Лоду. Тоже оставили в покое. Лода фармит идентично. Лода уже 870 на руках. Все это после бутсов спида у антимага. В это время появляется Пауэр Трэдс. Ну, Никва пришел. Пришел мешать Гоуджуан Дота фармить. Ну, здесь уже недалеко есть Лизард. Можно попробовать напасть на Никву. Пайкат продолжает гонять Колори. Фракшн становится бесполезным. Тут под Мелт или как-то еще. Но надо что-то думать. Ну же, ну же, где Мелт? Да тикает, скорее всего, у нас Темплар Ассасин. Да, просто умирает. Просто Пайкат заплевал. Ядом мидера команды Майнсэнити второй раз уже. Такая беда для Темплар Ассасин. В соло стоять здесь невозможно. Пайкат уже 6-го левела. Без вардов. Спокойненько через гель, через Пойзен Стинг. Темплар Ассасин горит и разваливается. Разваливается и горит. 4-й левел. Тут Пайкат 6-й. Посмотрим. Повтор, видимо, сейчас будет со стороны команды Альянс. Нет, Пайкат не решился нападать. Просто стоит. Фармит. Голджуан Дота. 800 уже на руках. Думаю, будет выход. Так, Пайката зацепили. Пайката должны разбирать. Кол наконец-то отомстил. Мачка. Гонит у нас Кола. Рефракшн спадает здесь. Еще и Делоны бьют по спине. Ну, за Денайли. За Денайли, правда, Леон и сам отъехал. Мачка в любом случае фраг заработал. 4-4 счет. Бэтрайдер сыпется. Сыпется от Лоды. Через ульту, через пару ударов в спину. Развалили Бэтрайдера. 4-5. Альянс выходит вперед снова. У Лоды уже фейсбутцы имеются. 900 сверху. Гоуджуан Дота гоняет Магнуса на сложной. 6-го левела у Никвы еще нет. В драке пока бесполезен. Шамехин, Шамехин. Зачем тебе, Мудрка, скажи, пожалуйста. Чтобы мы хотя бы знали твои цели. Гоуджуан Дота. Покупает все-таки Ring of Hells. Готовится выход в Battle Fury. У Templar Assassin. Полнейший ассасин здесь. Фейсбутц. Еще не появились. И могут и не появиться. Рефракшн просто моментально спадает. У нас Скола. Бедняга все время терпит. Все время огребает от Пайката. И ничего Пайкату для этого делать не надо. Просто смотреть, как спадает рефракшн с Templar. Он даже не касался его. Под старым гелем. Под старым Poison Sting спадает. Даже фуловый новый рефракшн с Templar Assassin. Да, обидно. Очень обидно. Ну вот, рефракшн провязал и... Ну что, хотя бы Poison Sting тут не сильно вредит Templar Assassin. Хотя, опять же, Кул всегда проседает по ХП. В драку не вступал. Банки уже нет. Банка пустая. My Alliance собрались на миде. Будут стараться заходить, как я понимаю, на хайграунд. Гнобить дальше Templar Assassin, а почему бы нет. Все, пошел Веном Гель по Templar Assassin. Лизард выходит сюда. Миднайт Пульс под ноги. Ну, разбежались. Поиграли мускулами, развалились. Никву. Гоуджи Ван Дота цепляет здесь. У Никвы нет маны на Скьюер. Уехал у нас паровоз в никуда. Ульта от Антимага. Первый килл для Гоуджи Ван Дота. 5-5 счет. Что там в это время Лода из себя представляет? Мордип Маск уже появился. И Курьер рецепт на Мом несет. У Лоды Момф, Зы. Ну и сейчас, я думаю, 600 будет после Таура на руках. 400 для Лоды. Тауэр по топу со стороны команды Майн Сейнити падает. Первая вышка на карте отвалилась. У Байката 8 левел. Кола опять ловит. Ульта пошла от Байката. Все, поймал с себя. Кол. Сразу же 2 ТП на мид. Будет ловить Байката и, скорее всего, поймает. Трэп под ноги. Так, Милан дотягивается до Байката. Но Байкат живет. Отпивается. И на развороте по Лизарду пошли. Малифейс в Лизарда. Лизард рассыпался. Да, Байкат отыгрывает просто великолепно. Прошлая игра была Бей-Беги. Там ничего выдумывать не надо. Здесь какие-то скиллы, гляди, появились. У Байката и со скиллами проблем никаких. Меньше убивает, конечно. Но то, что Темплар Ассасин становится абсолютно бесполезной на 10 минуте. Это, конечно, плюс великолепный для Альянс. Никва шестой левел насобирал. По монет тоже против Годжи Ван Дота плотненько страдает. Развалили Тауэр на миде. Что, кстати, у Энигмы. Ну, Хэнд оф Медас появляется у матчки. Подумал пофармить какое-то время. Пускай. Пока что команда и без него справляется. Тут не было еще ни единого Блэкхолла. Но он, собственно, и не нужен был. Хватит одного вином с геля от Пайката. Какой же полезный герой. Поставил один вард, вард разбивает вард. Все, ничего выдумывать не надо. Просто ставишь вардик и даже лишнее время тратить не приходится. Пайкат на хайграунд. Затягивает его мидж. Живет Пайкат, но, скорее всего, погибает здесь антимаг. Забирает себе фраг. Это более чем полезно бетрайдеру. Фраг пока не очень нужен. Кстати, у бета появился даггер. И об этом теперь знает команда Лайенс. И больше всех об этом знает Веномансер. Персеверанса. 1700 сверху для Гоучи Вандота. 2-0 по фрагам. Переключаемся на лоду. Здесь 0-0 по фрагам. После Момо появляется Блэйд оф Алакрити. Ну и немного остается до Яши. Укола наконец-то насобирались фейсбуцы. 11-ая минута. Ну и 850 сверху есть. Темплар Ассасин просто терпит и трещит. Трещит и терпит. И ничего толком не сделаешь. Если против Веномансера в соло драться, сейчас, наверное, вообще не по шансам. Рефракшн здесь промакшн. Рефракшн здесь промакшн. Но какой от него прок, честно говоря, не понимаю. Тут надо как-то через Мелт или еще через что-то. Или вообще в компании друзей ходить. Потому что в соло Веник рассказывает у нас ТА. Если даже и не рассказывает, если через Мелт, допустим, Темплар Ассасин оторвет у нас Веномансеру лицо. В любом случае дотикает яд. И Темпларка отъезжает. Золото в файте 1 на 1. Пайкат у нас точно не теряет. Может потерять немножко и экспы. Ну, тоже слабо в это верится. Замедление колоссальное. Опять же, Пойзон Стинг есть. Пойзон Нова имеется. Через Гель там Темплар Ассасин просто не догоняет у нас Веномансера. Мич, по-моему, перемудрил немного. Потому что Алайнс зайдут на Рошана. Да рановато Алайнс заходить на Рошана. Кто вообще это будет делать? Лода, в принципе, Хеллингвард 1 есть. Мом, Яша есть. Ну, пошли на Рошана. Милана здесь, скорее всего, найдут или нет? Обходит команда... Обходит команда Алайнс через реку. Милана. Милан вообще... Милану бы бежать отсюда по-хорошему. Встреча будет ли у нас в лесу? Да, увидели антимага. Сразу же Сайвенс по Годжу Ван Дота. Риверс полярит им антимага. Ну и туда же он не слэш. Вообще не церемонится команда Алайнс. Ульты были, ульты были проюзаны. Джаггер забирает этот фраг. Это полезный фраг для команды Алайнс, потому что Майнсэнити и их коргерой шел 2-1. 93 крипа у антимага. Ну, по фарму он, по-моему, был повыше. Да и до сих пор немножко повыше лоды. Ну, это до одного убитого крипа. Кстати, что там с Баттлфьюри? Есть уже у антимага Баттлфьюри. Ну и сразу же после появления Баттлфьюри наказали антимага. Пока больше ничего. Меч ворвался у нас на хайграунд. Зацепил Аки. Аки, скорее всего, разваливается. Леон забирает этот фраг. Ну, уходит отсюда команда Алайнс. Ульты у лоды нет. У Никвы тоже нет. Риверс полярит. И знали бы об этом Майнсэнити. Ну, наверное, да, конечно, знают об этом Майнсэнити. Только вот Рошана забирать толком некому. Хилингварда, как у Алайнс, не имеется. От хила ни у кого никакого не имеется. У лоды хотя бы есть Мом. И можно стоять и пилить Рошана, пока не посинеешь. Антимаг, конечно, Рохи ничего на 11-м левеле не рассказывает. Тем более, с таким количеством ХП, с таким ХП-регеном, это очень проблематично. Ну, куда еще оправляться антимагу? Только в жесткий фарм. Жесткий фарм, набор артефактов какой-нибудь серьезный, переживать 2-3 ульта. А ульты здесь более, чем крутые. Вообще, кстати, масса ульты, обратите внимание, у команды Алайнс подбор великолепный. Веном Майнсер с пользой новой, омни слэша Джаггернаута. Все это под риверс полярити, под мистик флеером в одну точку. Ну и Энигма. Начнется с него или закончится, им это уже без разницы. Короче, сейчас 5 ультов и все 5 ультов крутейшие. Ну а здесь по ультам разве что Леон вместе с Бэтрайдером. Какой-то ценность несут по вопросам файта. А так, по большому счету, ульты относительно проходные. Тысяча по золоту Годжи Вандота. Антимаг осмелел, пошел во вражеский лес. Лода забирает Аэгис. Пошел на топ. Под риверс, под эмпайром Лода, наверное, убивает. Тут и антимага, и темплар-ассасин, да кого угодно, если только встретит на своем пути. 7-7 по счету. По графикам 4000 Алайнс, по экспириенсу 5000 все те же Алайнс. 2400 на руках у Лоды. Приобретает себе Ultimate Orb. Посмотрим, как будет идти игра. То ли выход готовится в Манта Стайл, то ли это прямой путь на Скаде. У Мачки уже имеется Мека. 1600 по золоту. Все вообще великолепно. У Энигмы не зря приобретал Медас. 16-ая минута. До Даггера остается всего-то ничего. Тут Пайкат, наверное, лучше бы пыл поумерил и оставил Энигме до Даггера. У нас собирает заветное золото. В принципе, у Пайката все есть. Это все называется польза нова. Просто кликаешь на ульт и смотришь, как ребята гниют стоят в Блэкхоле. У Мачки Блэкхол, разумеется, есть. И, разумеется, он не проюзан. Лода начинает пилить Тауэр. На случай какого-то ТП. И на случай вообще какого-то врыва сюда с топа. Мачка через Меднайт забирает деревья. Ну и сразу же на Т3, как я понимаю. А почему бы нет? У Мачки есть ульта. У Пайката ульта есть. У Лоды тоже имеется ульт. Риверс Полярити есть. Даггер есть. Все. Сейчас, наверное, мы увидим глобальную страту команды Alliance. Если вдруг кто начнет особенно агрессивничать. Мич готовится ворваться. Файрфлай в КД, правда. Особенно не ворвешься. Флеймбрейком. Отогнал ребят, но это ненадолго. Лода будет пилить Тауэр. Хеллингвард стоит. Можно бить Тауэр. Далеко стоит команда Майнсенити. Ну, до появления Файрфлая. Мичу надо влетать и что-то делать. Падают бараки. Т3 развалился. Без сопротивления. Ну, так можно простоять до послезавтра, пока у тебя трон начнет падать. Врывается у нас мич. Моментально Сайленс. Моментально Омни Слэш. Лода расковырял у нас мича. Все. Собственно, драка окончена. Команда Alliance, я думаю, может смело отправляться на Т2 и повторять данную схему с мидлейном. Ну, и то же самое можно сделать Т2 на топе. И... Бараками на топе. Майнсенити не знают, что им делать. Они проигрывают пик второй раз, они проигрывают начальный этап. Они не вывозят, в принципе, по тому количеству дэмэджа, который Alliance предоставляет. Ну, обидно. Просто обидно. Майнсенити драться толком не могут. Игра у нас превращается, в принципе, в избиение одной команды другой. Три тысячи у Энигмы. До Блэй Кингбара одна тысяча золота и Энигма становится неуязвимым. Хотя, где Даггер вообще? Почему Энигма у нас без Даггера бегает? В принципе, всего навалом. Денег куча. Левел хороший. Врывы организует команда Alliance. Они... Майнсенити тут. Под диктовку шведского коллектива происходят. Вот файты. ТА после барабанов приобретает себе Даггер. Ну, вообще, давайте по вещам пробежимся. Годжи Вандота после Яши 2000. Ну, это единственная надежда команды Майнсенити. Как мне кажется, антимаг, которому надо переформить лоду. Пока не очень получается, но все равно Годжи Вандота нормально себя чувствует. На втором месте отстает всего лишь на 500 от лоды. И 2-1. Когда у нас у антимага, у лоды 2-0. Тоже разница небольшая. 13-й левел антимаг, а джаггернаут близко к 13-му. Годжи Вандота бежит и фармит. Пушит. Старается как-то отвлечь на себя внимание, как я понимаю, потому что Alliance уже отправились в мид и уже готовы пушить. Не останавливается антимаг. Ну, наверное, это правильно. Драться против страты команды Alliance смысла пока никакого. Антимаг не переживает даже Black Hole. Тут еще и Reverse Polarity, тут еще и Poison Nova, тут и Loda может разультиться в него. Но, собственно, проблемно. Очень проблемно. Годжи Вандота забирает на топе Тауэр. Покупает себе Манта Стайл. Курьер уже у нас понес рецепт для антимага. В это время Т2 со стороны Майнценити сыпется. Готовится Alliance заходить на хайграунд. Варды есть. Варды все чекают. И Долоны тоже. Очень полезный. Ну, пик провален со стороны Майнценити. И теперь это более чем понятно. За 20 минут стало ясно, что разве что какая-то Red Dot от Годжи Вандота. Это все, на что будет способна команда Майнценити. Милан под Reverse Polarity. Здесь под, точнее, Mystic Flare практически рассыпался. Ну и с руки Skyros Mag доковырял у нас саппорта команды Майнценити. Templar Assassin жива, но подойти просто-напросто кол не может. Венга жива, но толку от нее вообще никакого. В это время Годжи Вандота развалил у нас соло Джаггернаута. Не может быть. Что там по ульте? Есть ульта. Годжи Вандота в соло рассказал Лоде. Падает барак на топ-лейне. Момбра, за Лода решил идти драться и мстить антимагу. Немножко отомстил, правда потеряли милишный барак. Ну, хоть чем-то, хоть как-то. Здесь уже просто армия команды Alliance на хайграунде Майнценити. Меч врывается, врывается под Сайленсом. Вместе всех собирает у нас Никва. Все стоят под поезду новой, все рассыпаются. Кол пока еще живет. Рефракшн, ну рефракшн уже спадает с кола. Колу надо бежать под фонтан. Годжи Вандота начинает наваливать по мэчке. Мэчка отъезжает. Ульту так и не провязал. Никва тоже сыпется. Нет, еще одна секунда до Даггера. Никва. Бедняга погибает. И погибает из-за Wave of Terror. Разбил ему Даггер. Лизард на венге. И умудрился Годжи Вандота доковырять Магнуса. Но размен для команды Майнценити в принципе неплохой. В бараке стоят. Антимаг даблкил делает близко к своему хайграунту. Отправляется фармить лес. Еще и подпушен лайн. Здесь в принципе для антимага нормальный будет заработок. Да, крипы конечно подешевле теперь. Потому что лайн снесен со стороны Alliance. Но тем не менее. Ну что у антимага? 1100 за один файт. Просто спокойненько антимаг идет и забирает Т1 по низу. Отправляет иллюзии. Но это все опять же для фарма. Ну и опять в лес. Опять в шахту. Опять в какую-то копальню. И зарабатывать, зарабатывать. И еще раз зарабатывать золото. По графикам. 7,5. В пользу шведского коллектива по экспириенсу всего 3000 они выигрывают. Неужели антимаг выиграет эту игру? Это будет просто дикость какая-то. 4400 на руках у Годжи Вандоты. Ну я топлю за него безусловно. Потому что здесь такая серьезная глобал страта. И если один человек может перевернуть эту страту, один герой. Я имею ввиду антимага. То это заслуживает особого внимания и наверняка должной степени уважения. Лода по топу пошел. АМ под смаком в него. Ривер уже покупает себе антимаг. Готовится выйти в Тараску. Тут совсем немножко осталось. Где-то 800. В это время Леон рассыпается у нас от Пайката. Кстати у Пайката 4,3,7. Не такая уж серьезная страта. Несмотря на то, как комфортно Пайкат на миде себя чувствовал. У Джаггера 3,1,2. У Магнуса 1,3,4. Ужас. У Скайрос Мага 2,2. У Энигмы 3,1,4. Смог от команды Альянс. Давайте по вещам пробежимся. Форстаф и Даггер у Магнуса. У Веном Мансера есть уже огонь. 2000 еще и сверху Гоуджи Ван Дота. Поймал на себя Гель. Вовремя провязал Манта Стайл. Привез у нас Никва под Блэк Холл Гоуджи Ван Дота. Но он живет. Живет. Блинкаут отсюда и тэп аут скорее. Если опять же дадут. Через секунду будет Блинк. Ну все. Бежать как можно быстрее. Убегает у нас Антимаг и по-моему не дотикает. Не должен. Не должен. Не должен. Да. Выхиливается у нас в итоге Антимаг. Даже удивительно. В это время команда Майнсэнити в лесу решила подраться против Альянс. Ну забрали одного мяча на... Одного мяча забрали на Бэтрайдере. И что? Нашли чем ответить. Коу развалил очень быстро. У нас Энигму. И собственно фейл заключался в чем? Виномансер у нас поставил ворды и не дал пройти Энигме. В узком проходе вот здесь. Сам Пайкат подсиропил своему же тиммейту. 11.15. Майнсэнити умудряются отковыриваться. Да, это все криво получается. Это все как-то неорганизовано. И в большей степени силами одного Гоуджи Ван Дота. Но тем не менее. Они это делают. По чуть-чуть, понемногу, но делают. Мэлт у нас. Ваки. У Аки пол ХП сразу отваливается. Антимаг на миде. 11.100. Уже есть рецепт на Тараску. Уже есть Виталити Бустер. Тараска уже летит Гоуджи Ван Доту. В Гоуджи Ван Доте. Все. Тараска прилетела. Теперь по ХП кое-какой буст имеется. 2.300. Для Гоуджи Ван Дота крутой реген. Это не файти, конечно. Но для фарма более чем достаточно. Антимаг 24 минуты. По Летворцу. 17.000. Уже опережает он лоду на 3. С копейками по золоту. Лоды 2. Утима и Торбо. Готовится покупка в Скаде. Ну тут в принципе копейки остались до Скаде на лоде. Все-таки после Манта Стайла. Сначала прогрейдил Яшу до Манта Стайла. Потом уже приобрел Скаде. Обычно дела иным. Какой-то иной уход у нас сделал. Покупается Яша после этого фармится Скаде. А потом уже Яша грейдится до Сенжин Яши. Или до Манта Стайла, соответственно. Ну и вообще Манта Стайл на Джаггернауте не такая уж частая история. В принципе у лоды все имеется. Оставляет деньги на байбэк, как я понимаю. Годжи Ван Дота врывается у нас на лоду. Лода без маны. Омни Слэш не проюзает. Хотя Омни Слэш... Да, Омни Слэш был уже проюзан. Годжи Ван Дота начинает по никве нарезать. Пошел мановоид. Магнус рассыпается. Где антимага? Под Мистик Флэером развалили также... Ну развалили также Годжи Ван Доту. Ворвался на Скайрос Мага. Отхватил по лицу, несмотря на весь им деф от АЭМа. Все равно под Мистик Флэером рассыпался. Тем не менее гонят команду Алайнс. Уже минус 3. Мич поливает у нас лоду напалмом. Пайкат фуловый. Но Пайкат практически без маны. Опять же в КД здесь... Гель. Надо ловить Пайката. Годжи Ван Дота уже здесь. Пайкат. Киллинг спри. Ну, Годжи Ван Дота у нас Пайката забирает. Все, Стрик отдали Антимагу. Надо пытаться пушить. Минус 4. Без ульты Джаггернаут. В соло Джаггернаут не решает. Нормальный реген у нас у Антимага. Хороший ХП пул. Всего достаточно. Дайте Мичу просто немножко подхилиться. И можно начинать драться. Через 20 секунд будет лассо. Антимаг рвается у нас на Рошана. Об этом прекрасно понимает команда... Прекрасно знает команда Альянс. Уже сюда прилетел Аки. Уже сюда прилетел Лода. У Лоды 45 секунд до Омни Слэша. Ловит стан у нас Никва. Риверс Полярити в Антимага. И сыпется. Сыпется команда Майнсэнити. Хотя Антимаг наиболее живучий здесь. Половина ХП у Годжи Ван Доты. Надо попробовать подраться. Куда? Ай-яй-яй-яй-яй. Какая ошибка от Годжи Ван Дота. Мановойт у нас в Блэйд Фьюри Джаггернаут. Просто удивительно. Как на таком уровне можно допускать такие нелепые ошибки. Это подготовительная группа вообще по Доте изучает данные моменты. Да, странно. Годжи Ван Дота хороший. Скилл провязал в никуда. Пытался остановить у нас и разобрать Джаггера. Давайте глянем по байбекам. У Джаггернаута есть. И есть также у мэчки со стороны команды Альянс. Майнсэнити пушат. Т2 трещит. Топ снесен. Можно зайти по миду. Еще не будет долгое время у нас Энигмы. Не будет того же Скайр Асмага. Ну, в принципе, есть и посерьезнее, ребята. Антимаг решает дальше фармить. 2700 на руках. 3000 после этих крипов. Спушили топ. В принципе, такой же линией ответили, как и Альянс. На ранних минутах этой игры. Майнсэнити более чем оправились. По золоту. 2500 всего отстают. По экспириенсу. По экспириенсу выигрывают уже 4000. 3300. В руках у Гоуджи Ван Доты. Гоги Дота. Мэджки Бутс оф Трэвел появляется. Да, герои нет, зато есть Бутс оф Трэвел. Мэджка у нас подумал, что можно попижонить. Я думаю, Димак вскоре расскажет у нас стендену команды Альянс. Как надо собираться на Энигме, чтобы не умирать с четырех ударов. Чтобы врываться первому и организовывать файты, а не летать по карте. Ну, деньги-то постепенно, конечно, вырисовываются. Алтимэйтор появляется у нас для мэджки. Куда это направляется Энигма, мы узнаем. Ну, у меня есть подозрение, что в Хекс. Контрить антимага нужно. Пока что БКБ Гоуджи Ван Дота не появляется. Как я вижу, 3800 на руках. Кстати, можно просто ванкликово приобрести БКБ. Тауэр сыпется. Альянс не спускается со своего хайграунда. Они теперь, они зажатые, они боятся. Митч летает у нас в Файерфлайе. Будет ли врыв? Файерфлай еще действует. Форстаф есть, надо просто ворваться хотя бы в кого-нибудь. Файерфлай сейчас закончится. Митч в никуда провязал скилл. Ну, Гоуджи Ван Дота. Где, где, где? Я думал, на хайграунд врывается. Нет, отходит у нас назад Гоуджи Ван Дота подфармить. Отойди, отойди, сделай мультиспауны. Что ж ты делаешь, а? 4500 на руках. Даже 4800 будет после драконов. 4800 для антимага. Что вообще собирать? Ну, я думаю, Баттерфляй можно собирать. Хотя можно собрать, скорее всего, Блэк Кинг Бар антимагу. Потому что под Мистик Флэером сыпется. Да и от Магнуса тут неприятности. От Веника. От всех вообще. Наверное, Блэк Кинг Бар все-таки маст хэв антимагу. Колл отваливается у нас из матча. Окей. Пока колл отвалился, может быть, посмотрим, что у нас кто нас собирал. И какие дела по вещичкам у Альянс. Давайте с них начнем. У Пайката 3500 на руках после Аганима. Пока ничего не приобретал особенного себе. Розвищ, что гем для Девардинга. У Веника это прекрасно получается. Джаггернаут. После Аэвскади появляется еще 300 на руках у Лоды. Никва. Ничего нового. Форстафф и Блинк Даггер. У Скайросмага. На котором отыгрывает Таки Роту Фотос. Ну и... Тоже, в общем-то, ничего. Но такой набор артефактов уже давным-давно. У Скайросмага. У Энигмы 2000 после Ultimate Arba. Ну и здесь все, что было, то и осталось. Кстати, Гоу Джуан Дота, по-моему, начинает у нас Энигму бить. Недалеко Пайкат. Недалеко Скайросмаг. По-моему, вы прекрасно понимаете, чем... Аджетия Паузы заканчивается. Она заканчивается сразу же скиллом от Энигмы. Успеет ли Гоу Джуан Дота отсюда уйти? Кстати, есть ли Вижн? Так, Вижн команды... Alliance. Понятно. Вижн команды... Майнсэнити. Вот. Не знает он, что за спиной идет сразу два игрока. Сейчас увидим, будет ли Блинк Аут от Гоу Джуан Дота. Нет. Решил подраться Гоу Джуан Дота. Малифейс получил. Врывается у нас Гоу Джуан Дота. Где Блэк Холл? Просто юзни Блэк Холл. Матушка, что ты творишь вообще? Гоу Джуан Дота уходит отсюда. Пожалел Блэк Холл. Реверс Полярити в никуда. Выживает у нас антимаг. Сильно, конечно, однотравленный. Блэк Холл пошел по... Колу. Кол развалился. Реверс Полярити по двоим. Еще два фрага для команды Alliance. Но антимаг в итоге... Врывается и умирает. Куда Гоу Джуан Дота ворвался, я только не понимаю. Но переживает. Переживает рассказ. Нет. Нет. Слишком тяжело. Слишком тяжело. Слишком много Alliance влили. Это дичайший фейл со стороны команды My Insanity. Зачем драка нужна была команде My Insanity? Я не понимаю. Что они хотели доказать? Я не понимаю. Они прекрасно знали страту команды Alliance. Тут масса ульты у всех. Все валят просто как чумные. Очень сильно и нереально сильно бьют. Каждый из ультов. Невероятно либо полезен, либо дамажищ. И врываться на пятерых игроков команды Alliance. У каждого из них имеется ульт от Кэт Дэшины. И это полнейшее самоубийство. Гоу Джуан Дота зачем туда полез? Вообще не понимаю. Дотикивал ты с яда, уходил бы спокойно. На что Эггис решил разменять? Вообще не понимаю. Лода. Крутится и уходит. Башер, кстати, появляется у Лоды. И там остается еще полторы тысячи до. Обисал Блейда. Аки. Даже не тратят на него. На Аки у нас Бетрайдер Лассо. Гонит дальше Лоду. Надо пытаться забирать Лоду. Ну где Лассо? Лассо наконец-то в Лоду провязали. Будут разбирать, видимо, без антимага. Но это получается. 540 Бетрайдер зарабатывает. Сразу же Лода выкупается. Мачка. Вместе с Веником сражаются. Сражаются как просто дикие звери здесь против команды Майнсэнити. Меча, скорее всего, разобрали. Никва очень удачно подошел. Продолжается погоня. Лизарда должны забирать. Хотя дамажит, конечно, Никва слабовато. Но, в принципе, уйти отсюда вариантов немного у Лизарда. Лизарда просто стягивает на себя команду. Тянет время. Где в это время у нас Гоуджи Вандота? Венгу разобрали. Ну здесь, собственно, да. За ней мы и наблюдали. Гоуджи Вандота. Своей ошибкой, собственно, потеряли мид. Милишный Барак еще стоит. Но у Рынжевого уже нет. Нет Т3. 3500 на руках. Появляется Талисман оф Эвейджинг. Готовится выход в бабочку. На байбек, я думаю, оставлять никто ничего не будет. Антимагу надо как-то избавляться от демеджа Джаггернаута. Он это понимает. Тем более под Эмпауэром. Тем более и Магнус под Эмпауэром. Бьют все сильно. Бьют все по многу. Ну и надо как-то и выйдить у нас с тычки Веномансера. Потому что где-то с первого раза промах пройдет. Уже Боизен Стинг на антимаге висеть не будет. Скорость бега нормальная. Все, в принципе, в порядке будет. Курьера также Майн Сенити потеряли. Еще полторы минуты себе, я так понимаю, Баттерфляй антимаг не приносит. 4 500 на руках у Аэма. У Лоды тем временем. 1400 на руках. Это после Башера. Но мы видели, Лода рассыпался. Забрали его. Даже забирал его не антимаг, а забрали просто ребята из Майн Сенити. Там был Мич, там была Винга. Ну так, по чуть-чуть сбросились, по скилочку развалили. По смакам команда Майн Сенити выходит на топ. Зачем? Как вы собираетесь драться без антимага? Или этот план Б? Антимаг в это время пушит, а мы отвлекаем на себя. Но здесь просто можно рассыпаться. Ульты уже все есть у Алайнс. Просто ворвутся и просто расковыряют. Увозят у нас Машку. Машка. БКБ провязал. Как же неприятно команде Майн Сенити. Под Миднайт Пульсом. Под Риверс Полярити. Под Блэк Холлом. Просто разнесли в щепки. Прилетел сюда антимаг. Антимаг здесь и остался. Ну, страта невероятно крутая у Алайнс. Ничего вообще не надо выдумывать. Блэк Холл, Риверс Полярити. Или наоборот, Риверс Полярити, Блэк Холл. Туда же ульта Скайрес Мага. И туда же Пойзонова от Пайката. Джаггернаут даже не юзал. Здесь у меня слэшфайт. И он был не нужен. Все байбайкаются. Все готовы драться. Потому что у команды Алайнс нет ультов. Но теперь надо гнать их. Надо как-то преимущество получать. Мачка бежит отсюда. Пытались сбить. Пытался сбить ему Гоуджи Ван Дота. Мановоидом ТП. Будут гнать Мачку. Но надо как-то его подсейвить. Подменная пульсом. Гоуджи Ван Дота сыпется. И очень ощутимо половину ХП теряет на ровном месте. Ну что, неужели так просто делается команда Алайнс? Да, Майн Цинити выкупились. И остались ни с чем. Фармить теперь антимаг не может. Не может фармить еще минутку, наверное. До Баттерфля еще собирать и собирать. Ну, конечно, печаль полная. По золоту 12 тысяч Алайнс. По Экспириенсу 7 тысяч тоже в пользу команды Алайнс. 3 400 на руках у Джаггернаута. Даже 3 700. Сейчас появится Абисал Блейд. У антимага будут колоссальные проблемы. Фактически неразрешимые. У Веном Мансера БКБ есть. После БКБ еще 600 сверху. Пайкат только-только приобрел данный артефакт. В файте его не было. Да, если и был бы смысл даже юзать его. Потому что все стоят в Блэкхоле. Все стоят в РП. Кто там вообще что сможет сделать? У Магнуса появляется Шадоу Блейд. Удивительно. Даже у нас Никва собрался в ерунду какую-то полнейшую. И это работает. У Энигмы после Ultimate Arba... Ничего. Блэкхол, по-моему. Ой, Блэкхол. Блэккингбар, по-моему, появился у нас у Матшки. После Ultimate Arba, по-моему, не было раньше. Даггера до сих пор так и нет у Энигмы. Ну, тут под риверс полярити Блэкхол. Тут Магнус врывается, привозит. А дальше Матшка устраивает. Все необходимое. АМ пропушил уже вплоть до хайграунда команды Alliance на топе. Будет стягивать Alliance на свой лайн. Можно попытаться. Почему бы нет? Уже сюда летит Энигма. И недалеко у нас находится Пайкат. Всех стянул. Уходит назад. Space Creating удался. Стянул всех игроков команды Alliance на топ. Самому можно отправляться вниз и фармить там. Лайн не пропушен. За крипов дают много. Антимагу действительно, мне кажется, нужно отправиться вниз. Так, кого у нас? Леона развалили? Зачем? И что вообще здесь Леон делал непонятно? Ладно. Это нас не интересует. Годжи Ван Дота, отправься вниз по фарме. Нет, здесь Templar Assassin пытается хотя бы что-то себе выфармить. Выходит постепенно в Дезолятор. На сороковой минуте Дезолятор для Темпларки. Ужас. Полнейший ужас. Конечно, загнали кола невероятно сильно. Это сейчас кое-как по фрагам отковырялся 4-4-4. У него КДА. До этого печаль была полнейшая. Вес тут на руках. Немножко осталось до Дезоля. Видят, видят, видят. Где кто находится? Ну, попытается у нас застелить, я так понимаю, Эггис, Митч. Нет, Митч, наверное, ничего. Хотя бы сыр забери. Забрал сыр, Митч. Выталкивает себя. Ешь этот сыр. Ты умрешь просто, Митч. Ну, ешь же сыр, черт возьми. Ай-яй-яй-яй-яй. Такие крутые мувы, такие детские ошибки со стороны команды Майнсэнити. Они как будто не понимают, против кого они играют. Как будто они считают, что здесь ребята позволят им расслабиться хоть на секунду. Нет, Алайнс явно не из тех. Кстати, у нас сегодня Алайнс играет против HellRaisers. Это что, Н.Л.Г.Про Лиг. Собирайте всех. Да, нас сейчас немного на Твиче, но если вы позовете по 5-6 человек, нас будет в 5-6 раз больше, собственно. Простая и забавная математика. Короче говоря, в любом случае, тем, кто будет смотреть вечером в 20 сетках, это 21 по Киеву, 22 по Москве, играет HellRaisers против Алайнс. Группа А, там будет супер катка. Крутейшая, крутейшая, прикрутейшая. HellRaisers надо обгонять Балкан Берскорлеон, и они должны вообще будут, я думаю, асфальтоукладочным катком снести команду Алайнс со своего пути. Ну, посмотрим. У антимага Баттерфляй после Баттерфляй 1200. Добьет сильно Гоуджи Ван Дота. Но его контрят, и можно его контрить. И есть чем его контрить. Во-первых, РП. Во-вторых, Блэк Холл от Энигмы. Нет, у нас в Линкенсферу пошел Матшка. От кого? Простите. От Винги у нас пошел в Линкенсферу Матшка. Ну и Атласо, конечно же, от Бэтрайдера. Разумное решение. Тут без вопросов. Передумал меня Матшка. Алайнс идут в наступление. Финальный это пуш будет или не финальный, зависит от файта. Как подерется Майнсэнити, так, собственно, и будут дальнейшие дела для них протекать. Режет здесь Гоуджи Ван Дота через Бэкдор Протекшн. Это все плохо. Это все очень плохо. Умирает у нас в это время Винга. Поймали Лоду. Лоду должны затаскивать под фонтан. Лода живет. Лода живет. Флеймбрейк не очень удачный. Развалили Леона. Что по товарам? Падает Т1. Т3, точнее, на топе. Падает Барак на миде. Сейчас начнет, точнее, говорить. Да нет, плевали вообще на все это. Т4 и... Быстренько на трон. Готов врываться у нас Гоуджи Ван Дота. Ну что, пойдет, не пойдет. Где Антимаг? Антимаг врывается у нас в Лоду. Лода под Мистик Флеером сыпется. Сыпется, разворачивайся и дерись. Вариантов вообще никаких. Сильно битый у нас Антимаг. Антимаг отсюда отходит. Где Матшка? Блэк Холл провязали. Колл тоже сыпется. У Колла есть ли Байбек? Байбека нету. Колла. Антимаг врывается у нас в Лоду. Лоду вроде бы расковыряли, но это только потерянный Эггис. Теперь надо бежать и бить всех. Пайкат рассыпался. Пайкат Байбек. Ну убейте же Аки. Ну там просто сопли полнейшие. Убейте Аки. Нет. Умирает у нас Антимаг. Байбека еще 2 секунды не будет. Этого хватит, чтобы доковырять трон. Good game well played. Поздравляем Alliance. Победа 2-0 в данном противостоянии. Ну, выиграли скорее на классе, чем на реализации. Хотя и на реализации тоже. Майн Сейнити. Ну, криво смотрелись. Ничего не скажешь. Возможно, из-за соперника Грозного, а возможно, неподготовленные вышли. Хотя Антимаг вроде бы и рвал задницу. Пытался. Не срослось. 734 по ГПМ. Да, конечно, у нас Гурджуан Дота старался очень сильно. Обогнал всех здесь по фарму. Но фарм не выигрывает Доту. Доту выигрывает снесенный трон. Все. Поздравляем команду Alliance. Ладно, ребят, еще раз напомню. Не забывайте. У нас ХР против Alliance. В 20 сет. Это очень крутой матч. Там, затаив дыхание, ждем его. Ждем вас. Если не сложно, заходите в группу ВКонтакте. Подписывайтесь. Ну, и репост. Пожалуйста, репост нашего поста, который анонсирует данный матч. Он уже в группе. Ждем. Все. До вечера. Пока переключайтесь, конечно, смотреть, что вам там интересно. Но в 9 часов все, как штык, должны быть здесь. Всего доброго. До связи. Услышимся через 2 часа. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok